Когда я вернулась из Кубы, я ждала, что девчонки меня встретят в аэропорту. Но их там почему-то не оказалось, поэтому я сразу позвонила Саше. И у Саши в это время был очень грустный и огорченный чем-то голос. Поэтому я бросила все вещи и тут же поехала к ней, чтобы выяснить, что случилось. Тук-тук, можно? О, привет! Да как вы? Привет. Да нормально. Как ты на Кубу съездила, дорогая? Да, супер, есть много черт сказать, но потом расскажу, когда все вместе соберемся где-нибудь в кафешке. Вы что, ты что такая грустная какая-то? Ничего, ничего, у нас облом полный с концертом. Вообще все. Спонсор сказал, что денег нет. Я понятия не имею, что сейчас делать вообще. Да ладно. Мы подготовили абсолютно все. И я не знаю просто сейчас, чего людям говорить. Я не знаю, что MTV-шникам говорить, я не знаю, что артистам говорить. Нет, ну подожди, что-нибудь сейчас придумаем, есть же какие-то выходы. Я не понимаю, как это могло произойти. Человек просто позвонил и сказал, что ссори денег нет. У меня есть один телефончик. Сейчас. Какой телефончик? Волшебный. Мне кажется, чуть-чуть это на фоне Кубы слишком веселый. Ты понимаешь, у нас концерт срывается. Нет, серьезный, реальный человек. Насколько я знаю, не буду ничего говорить. Маша, у нас нет денег, у нас срывается. Послушай, давай попробуем, у нас все равно других выходов нет. Надо позвонить, спросить. За спрос денег не берут, правильно? Поэтому давай спросим, а там вдруг повезет. На, разговори. Ты это кому? Чудо-юду какому-нибудь звонишь? Мак, вошедник. А как зовут-то хоть? Алло? Это большой, очень такой глобальный проект для нас. Мы его очень давно готовили. И, в принципе, многие вещи уже сделали. Ну, существуют некоторые сложности. Я думаю, не нам вам объяснять, как это тяжело сделать большое массовое мероприятие. В первую очередь то, что нас не очень серьезно воспринимают, потому что мы девушки, потому что мы молодые. И концерт наш называется «Бабий бунт», потому что мы делаем его самостоятельно. Только вот мы, девочки. И поэтому мы очень переживаем. Это наш первый такой проект. И если хотели получить какую-то вашу поддержку, будем себя чувствовать гораздо увереннее. И поздравления. Праздник отменить, а бунт подавить. Получается, вы сами себя подаете для развлечения мужчин. Нет. А потом будете обижаться, что кто-то дискриминирует женщин. Что их там мало на работе, зарплату маленькую платят. Ну, не из-за этого же, ну как нет. Нет, просто мы хотели показать, что в нашем концерте главными действующими лицами являются девушки. Девушки организовывают, девушки выступают. И вот. Опять же, мужчины обвиняют. Значит, вы выгнали всех мужчин. Не в коем случае. И сами занимаетесь организацией. И выступают только девушки. И вы назвали это... Владимир Вольфович. Бабий бунт. Ни в коем случае. Наоборот. Этот концерт, я подчеркиваю, приурочен к 8 марта. То есть вам хочется повеселиться, поиздеваться над мужской частью общества. Нет, ни в коем случае. Вы назвали бабий бунт. Нет, это правильно. Просто то, что девушки могут самостоятельно все сделать. А как вы относитесь в Витя? А мы и так верим, что вы можете. Ну, мы лишний раз хотим это доказать. В армию больше нужно, конечно. Вы можете больше работать, дольше работать. В охрану нужны вас все вот... А женщины работают в охране. Женщины работают и в охране. Ну, еще больше надо. Мы вас поддержим в этом абсолютно. В армию нужно больше, чтобы вы были. Поэтому мы и хотим это организовать. Но... Мужчины это могут, и женщины должны это делать. Вы одно забыли. Вот если вы все будете делать, что мужчины, то вы забудьте делать то, чего мужчины делать не могут. Вот почему в балете больше всего, как бы, однополая ориентация. Но репетиция. 8 часов у нее крутит, вертит везде. Всю ее общупал. Все это на... Поперек горла она ему. Перебор. Это разные вещи. Да. Только там это. Потому что на работе мы вас не крутим, не вертим. Есть мужские коллективы. Слава тебе. Но смысл-то в этом. Нельзя поднимать женщину до уровня мужчины. Мы погубим человечество. Я приду, послушаю ваш концерт. Поэтому я вам желаю успеха. Делайте концерт. Но помните, что ваш концерт – это бой с мужской частью России. Ни в коем случае не боремся. Да. В каком это будет месте? В Лужниках. В Лужниках. Это вот в спортивной арене. Да. 10 тысяч. Ну все, приду, посмотрим. Там все сверкает. Все это мельтешит. Все там выскакивает. Там полуголые. Все там танцуют. Кан-кан. Шум. Гам. Люди уйдут больные с вашего концерта. Все тут больные уйдут. Но делать – делайте. Потому что это досуг. Это культура. Это праздник. Это событие. Это весна. Остался всего месяц. Все готовьте. Готов поддержать вас заочно. Уочно. И желаю успеха. И молодцы. Проявляйте больше инициатив. Человек должен жить инициативой. Зарождается какая-то мысль. Будет много музыки, песен. Чтобы все ушли довольные. За ручку держась с вашего концерта. И целый бы месяц бы вспоминали. Какой прекрасный концерт был в Лужниках. Молодцы. Эта группа девушек организовали. И по всем телеканалам это все показываете. Красивый, хороший концерт. Только можно лишь поддержать. Ты ко мне приедешь. В трусиках зеленых. Молодой хозяйкой прямо в новый дом. Едут новоселы. По земле целинной. Молодая песня далеко летит. То есть очень много песен. Везде цветы, праздник. Хорошее настроение у всех. И все мальчики и девочки держатся за руки. Радуются тому, что пришла весна седьмого года. С праздником. Гранди, спасибо большое. Всем должно быть хорошо. Ну, встретиться с Жириновским, это как нырнуть в холодную прорубь. Мы просто были в шоке от него. Это настолько неординарный и жесткий человек. Но при всем при этом он сдержал свое слово. Он поддержал нас. Деньги нашлись. И мы продолжили работу над концертом. И это самое главное. Здравствуйте. Вы Егор, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Егор. Хорошо, очень приятно. Марик, мы вам звонили. Бензина. Очень приятно. Ну, так что есть уже какие-то наметки, зарисовки. Мы вам приблизительно описали в телефонном звонке, чего мы хотим. Ну, давайте еще раз расскажете как бы подробнее. Ну, это должно быть очень яркое, такое феерическое шоу. Само слово «баби бунт» говорит само за себя, да, что ты представляешь. Смотрите, мы бы хотели сделать декорации необычные, чтобы они отличались от всего того, что было раньше. Вот, по крайней мере, в нашей стране, да. Ну, вот, смотрите, девчонки. Короче, это вот мы вдохновлялись разными картинами. Ну, лучше девочек поставить, да? Мулен Руш.